МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воистину светлая Пасха фейерверку храма Иоанна предтечина пугал прихожан. Верной дорогой на первомайскую демонстрацию вышли около 10 тысяч березняковцев. Герои Великой Отечественной. Программа новости на ТНТ начинает акцию, посвященную Дню Победы. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматолин. Здравствуйте. Пасхальное богослужение в Березняках едва не привело к панике среди верующих. В храме Иоанна предтечи светлый праздник решили сделать светлым в буквальном смысле и устроили фейерверк. Правда, не все прихожане об этом знали. И залп салюта многих напугал. В полночь субботы на воскресенье в храме Иоанна предтечи собрались сотни прихожан. Позади великий пост, и все верующие находятся в ожидании важнейшего события. Просто сейчас пост еще, как бы душа очищается, очистилась. Исповедь, потом причастие. Сейчас скоро будет крестный ход, и великая радость наступит. Воскресение Христово. И мы вот сейчас находимся в предчувствии, что вот-вот откроются царские врата, и мы войдем в праздник, в праздник, в торжество и торжеств, где льется вот эта любовь Божья от избытка всего происходящего. Традиционный крестный ход вокруг храма символизирует движение навстречу воскресшему спасителю. Перед тем, как сообщат радостную весть, представители церкви устраивают фейерверк. Правда, для прихожан это становится большой неожиданностью. Кто-то даже испугался, ведь салют искрился прямо над головами верующих. Я лично подумала, думаю, электричество взорвалось в будке, но потом ничего. Простилась, так я очень испугалась. Ну, потом все, поняла, что это так и надо. Христос воскресе! Христос воскресе! После долгожданного известия прихожане перемещаются в храм, где начинается торжественная пасхальная служба. И Бог воскресе позвони приема. Теперь всеобщее ликование окончательно поселилось в душах прихожан храма. Божественная любовь, вот это все самое светлое, чистое, что есть в человеке, вот оно пробуждается в это время, в эти моменты. Ну, не только для меня, наверное, для всего народа. Это очень большое значение воскресения Христа. Мы видим воскресение всех людей, то есть подтверждение нашей бессмертной сущности. Христос воскрес, и поэтому троекратные объятия и поцелуи Христосования в этот праздник приветствуются даже с теми, кого вы видите в первый раз. Праздник воскресе! Праздник воскресе! Этого момента верующие ждали с нетерпением, ведь все яства на пасхальном столе должны быть освящены. В воскресенье празднование Пасхи только начинается. Каждый из дней следующей недели будет светлым, в честь света небесного, подаренного людям-спасителям. Всю светлую седмицу священнослужители советуют верующим ходить друг к другу в гости и, конечно же, посещать храм. Евгения Каширова, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Пасху в Березняках встретили не только богослужения, но и фестивалем под названием «Наша надежда, воскресший Христос». Он прошел в культурно-деловом центре. Подробности у Михаила Якунина. Повсюду слышался «Христос воскресе!» В самый светлый праздник Пасхи эта фраза действительно слышалась отовсюду. Все, от мала до велика, поздравляли друг друга с воскресением Христовым. Со сцены культурно-делового центра звучали песни, прославляющие Сына Божьего. «Христос воскресе! Христос воскресе! Аллилуйя!» От себя и, конечно же, от всего священства Березняковского округа с праздником Светлой Пасхи, со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе! Христос воскресе! После концерта гости праздника могли посмотреть выставку детских рисунков на пасхальную тематику и купить товары, сделанные народными умельцами. Берестяную посуду, мягкие игрушки, различные сувениры из дерева и многое другое. Также в честь праздника любой желающий мог не только послушать колокольные перезвоны, но и попробовать себя в роли звонаря. Михаил Якунин, Виталий Третьяков, Новости на ТНТ. К другим темам. В первомайских демонстрациях при Камье участвовало свыше 120 тысяч человек. В Березняках массово отметить праздник весны и труда не помешала даже ненастная погода. Вместе с колоннами трудящихся по Советской площади прошла наша съемочная группа. «Слава березняковским спортсменам! Ура!» Первомай шагает по Советской. По традиции открывают демонстрацию те, кто всегда привык быть впереди. Юные самбисты, велосипедисты, баскетболисты, легкоатлеты, пловцы. Гордость березняковского спорта. «Слава трудовому коллективу березняковского содового завода! Ура!» Далее бодро шагают колонны березняковских городообразующих предприятий. Здесь никаких социальных лозунгов, как в старые советские времена. Только улыбки, шарики и флажки. Буйство корпоративных красок. «Настроение праздничное. Вышли потому, что это праздник всех трудящихся. В любую погоду мы обязательно будем вместе». Более 500 азотчиков вышли в этот день на демонстрацию. И все в отличном расположении духа. Ведь Первомай – это отличный повод встретиться во внерабочее время. «Хотелось бы поздравить всех заводчан, азотчиков, пермские минеральные удобрения и весь пермский край с праздником». По численности и настрою не отстают и работники «Уралкалия». Здесь представители всех родоуправлений и подразделений предприятия. «Мы с «Уралкалием» – наше предприятие – это обязательно. Мы за предприятие всегда. Даже дочка. Всегда. Нам ни погода, ни помеха. Всей компанией вышли сюда. Дух, страсть, единство». Коммунисты вышли на демонстрацию колонной, немногочисленной, зато с серьезным выражением лиц. Их единственный красный транспарант, словно обрывок тех времен, откуда и пошла Первомайская традиция. Такая любимая березняковцами и по сей день. «Это традиция семьи. Мы всегда были здесь. Всегда. Для меня это прошлое. Сплоченность, дружба. Все самое. Хорошие». Демонстрация прошла без чрезвычайных происшествий. Промокшие до нитки под Первомайским дождем, зато счастливые березняковцы плохой погоды не испугались. По главной городской площади прошли и прокричали «Ура!» почти 10 тысяч человек. Евгения Кокширова, Виталий Третьяков, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Воспоминания длиною в целый век. В рядах березняковских старожилов пополнение Александре Ивановне Мальцевой исполнилось 100 лет. Как отпраздновала свой юбилей долгожительница, расскажет Наталья Луначева. «Молода была, да и хорошо. Я в больнице работала, санитаркой. Пойка была. А вот тут семья оказалась, и у нас хуже жизнь». «А почему хуже-то? Что случилось?» «А что я делаю? Я без мужиков нажилась». В столетний юбилей Александра Ивановна вспоминает всю свою жизнь, в которой было немало трудностей. Она родила семь детей, долгое время работала в колхозе и вела домашнее хозяйство. Пережила войну, похоронила двух мужей. Сейчас рядом с ней находятся дочь Таисия и правнуки. «Вспоминает, главное, нас вспоминает, что еще память как бы есть. Не знаю, потихонечку живет. Дай Бог здоровья». «А век вот затянулся у меня». «Живи давай, затянулся, значит так надо». «Да нет, нет, не могу». «Тяжело уже, конечно, переживает за всех». Поздравить долгожительницу со столетним юбилеем приехали представители администрации города и работники Березняковского управления пенсионного фонда. «Александра Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с днём рождения. Это паша? Нет, нет. Это с администрации. А, ну, доброго здоровья. Здравствуйте. Это вам большого здоровья, доброго здоровья вам. Не надо, не надо, бабушка, не надо. Живите, я думаю, есть лет. Да вы еще долго должны прожить. Вы нам нужны. Ведь таких людей очень мало, как вы. У нас в таких Березняках, вот, если с этой бабушкой, у нас 4 человека. Вот Майя у нас будет еще одному 102 года. Значит, ну, то есть у нас немного их. Они все-таки вот пример того, что, оказывается, человек может, вот, вот, при, даже наших условиях, при таких вот трудно прожитой жизни, прожить 100 и даже больше 100 лет. Секретов своего долголетия Александра Ивановна не знает. В 100 лет она мечтает лишь об одном – быть здоровой. И желает этого всем. Наталья Луначёва, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Программа новости на ТНТ начинает акцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мы вспомним о героях-березняковцах, которые отдали свои жизни ради нашего с вами будущего. От героев былых времен не осталось порой имен. В честь Дня Победы телеканал ТНТ «Березняки» объявляет акцию «Герои Великой Победы». Смотри новости на ТНТ, определи адрес мемориальной доски и звони по телефону 2016-20. Участвуй в акции и выигрывай фотоаппарат. Первое задание нашей акции. Определите адрес дома, на котором установлена мемориальная табличка Вере Березняковой. Мы ждем ваших ответов по телефону 2016-20. Главный приз достанется телезрителю, который правильно ответит на наибольшее количество заданий. И в конце выпуска небольшое объявление. Телеканал ТНТ «Березняки» приглашает всех желающих принять участие во флешмобе, организованном для съемок ролика нового телепроекта. Ждем вас 8 мая в 14 часов у ДК «Металлургов». Каждому участнику флешмоба подарок. Подробности по телефону 23-75-80. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа «Про кино». А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и только хороших новостей. СПОНСОР ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ Спонсор прогноза погоды – Климат-маркет «Технологии климата». Весь ассортимент климатического оборудования по низким ценам. Советский проспект 2. В предстоящий вторник погода в Придурале обусловится тыловой частью уходящего в Сибирь циклона, куда будут проникать отдельные массивы дождевых облаков и более холодный воздух. 7 мая в Перми облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и 10 градусов тепла. В Александровске до плюс 8 облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Губахе также облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и 9 градусов выше нуля. В Кизеле до плюс 8 облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Соликамске также облачно с прояснениями, возможны осадки и плюс 9 градусов. В Березняках 7 мая облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, Температура воздуха ночи плюс один плюс три градуса, днем восемь десять градусов тепла. Атмосферное давление семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба. Ветер северный четыре девять метров в секунду. Информация предоставлена центром ФОБОС.